Глава 49 Первое, что почувствовал волшебник, войдя в сад жизни, был приторно-сладкий цветочный запах. В ту же секунду он ощутил мощь магии Одена. Зед застыл, как вкопанный. Сомнений не оставалось. Ралу удалось заполучить последнюю шкатулку. Но волшебника мучила какая-то неясная тревога. Он постарался избавиться от этого тягостного чувства. Здесь, в самом сердце владений Даркина Рала, власть Зеда была настолько мала, что он не мог полагаться на себя. Исповедница решительно шагнула вперед. Зед поспешил за ней. Чейз шел последним, наступая на пятки волшебнику. Тропинка петляла среди деревьев, вела мимо увитых плющом стен, огибала пышные клумбы. Кэлен остановилась у кромки небольшой зеленой лужайки. Посреди травы выделялся белым пятном ровный песчаный круг. За всю свою долгую жизнь Зед еще ни разу не видел такого количества магического песка. Самая большая — маленькую горстку, вполне умещавшуюся в кесете. То, что открылось сейчас его удивленному взору, стоило десятка королевств. Каждая песчинка, как осколок хрусталя, отражала свет, отбрасывая во все стороны радужные блики. Круг таинственно сверкал и переливался в ярких лучах полуденного солнца. Охваченный трепетом, Зед молча смотрел на игру света и тени. Интересно, подумал волшебник, зачем Ралу понадобилось столько магического песка? Что он с ним делал? Зед с трудом заставил себя вернуться к реальности. Чуть поодаль, за песчаным кругом, возвышался жертвенный алтарь. На тяжелой каменной плите стояли три шкатулки Одена. И хотя Зед уже знал, что все шкатулки в руках Рала, в нем до последней минуты теплилась робкая надежда. Теперь, когда старик увидел шкатулки собственными глазами, в душе его что-то оборвалось. Сердце болезненно сжалось. Со шкатулок были сняты верхние покровы. Черные грани, казалось, затягивали в себя свет. Перед алтарем, спиной к вошедшим, стоял Даркен Рал. При виде того, кто послужил причиной стольких бедствий, того, по чьей вине погиб Ричард, Зеда охватил гнев. Сквозь прозрачный купол в сад текли потоки солнечного света, окутывая белое одеяние и длинные светлые волосы Рала сияющим нимбом. Будущий властелин мира неотрывно смотрел на свою награду — шкатулки Одена. Зед почувствовал, что лицо его пылает. Где этот мерзавец отыскал последнюю шкатулку? Как ему удалось до нее добраться? Впрочем, сейчас не время для подобных вопросов. К чему искать виновных? Важно понять, что они трое могут сделать в сложившейся ситуации. Даркен Рал может в любой момент открыть шкатулку, и тогда уже ничто нельзя будет изменить. Но как остановить его? Зед перевел взгляд на исповедницу. Та неподвижно стояла у кромки травы, пожирая глазами противника. Если только она и впрямь сумеет коснуться Рала своей властью, волшебник с сомнением покачал головой. Нет, вряд ли. Даже с помощью магии Кон-Дар исповедница не одолеть его. Что касается самого Зеда, то в этом дворце, тем более в Саду Жизни, он бессилен. Здесь Даркен Рал надежно защищен от любых чар и заклинаний. Если кто и способен остановить Рала, так это Кэлен. Зед чувствовал исходившие от нее смертоносные волны кровавой ярости. Кэлен шагнула на лужайку. Зед с Чейзом двинулись за ней. Когда они подошли к кругу магического песка, Кэлен обернулась и движением руки остановила друзей. Подождите здесь. Зед заглянул в зеленые глаза матери-исповедницы и содрогнулся, увидев застилавшую их пелену гнева. Впрочем, старик прекрасно понимал и разделял ее чувства. Как и Кэлен, он переживал боль утраты. Как и Кэлен, он был готов на все, чтобы покарать убийцу. Волшебник повернулся к Ралу. Взгляды их встретились. Какое-то мгновение оба неотрывно смотрели друг на друга, потом голубые глаза переметнулись на Кэлен, шагавшую вдоль песчаного круга. На лице матери-исповедницы не отражалось никаких эмоций. Она была спокойна. Пугающе спокойна. Страж границы наклонился к уху Зедда и прошептал. Что будем делать, если это не сработает? Умрем, ответил волшебник, пожав плечами. В душе его вспыхнула безумная надежда. Даркин Рал казался встревоженным. Встревоженным и испуганным. Он растерянно смотрел на двойные молнии, пересекавшие лицо Кэлен. Зедд улыбнулся. Рал явно не рассчитывал на встречу с исповедницей, призвавшей магию Кондар. Волшебник с замиранием сердца следил за происходящим. Еще несколько шагов, и Кэлен окажется на расстоянии вытянутой руки от противника. И тогда... Быстрым как молния движением, Рал выхватил из ножен Меч Истины. Клинок зашипел и окрасился в белый цвет. Даркин Рал выставил перед собой волшебное оружие, пытаясь остановить мать-исповедницу. Зедд понял, что они близки к цели. Необходимо поддержать Кэлен, помочь ей воспользоваться своей властью, ибо только Кэлен может спасти их. Волшебник сосредоточился и, собрав все остатки былого могущества, метнул в Рала ослепительно синюю молнию. Это стоило Зедду неимоверных усилий. Старик почувствовал себя окончательно опустошенным. Молния врезалась в стальной клинок, выбив оружие из рук Даркина Рала. Меч Истины со звоном упал на землю. Рал как-то странно посмотрел на Зедда и прокричал несколько слов на незнакомом языке. Затем он повернулся к Кэлен и, отчаянно жестикулируя, стал что-то доказывать. Исповедница медленно надвигалась на Рала. Тот попятился и врезался спиной в алтарь. Пути к отступлению не оставалось. Кэлен остановилась и неспешно подняла руку. Рал растерянно взлохматил пальцами волосы. Улыбка Зедда погасла. Жест Рала показался ему мучительно знакомым. Исповедница схватила Рала за горло. Это за Ричарда. У Зедда померкло в глазах. В сердце вонзилась ледяная игла. Он понял, чем была вызвана смутная тревога. И похолодел, осознав истину. Это не Даркин Рал. Кэлен! Крикнул волшебник. Нет! Остановись! Это... Беззвучный гром прокатился по саду. На деревьях задрожали листья. По траве кругами пробежали волны. Это Ричард! Слишком поздно. Госпожа! Прошептал Ричард, падая на колени. Зедд оцепенел. Его скрутило от боли. Радость, которую принесло с собой озарение, сменилась безмерным отчаянием. Старик уже пережил весть о гибели Ричарда. Теперь всего лишь на краткий миг он вновь обрел его и потерял окончательно. Гранитная стена, украшенная орнаментом, бесшумно отъехала в сторону. В проеме возник Даркин Рал. За его спиной стояли два огромных стражника. Из-за плеча выглядывал слегка оробевший Майкл. Исповедница растерянно провела рукой по лицу, пытаясь избавиться от наваждения. Заклятие пало, и тот, кто казался Даркиным Ралом, обрел знакомые черты Ричарда. Широко распахнув глаза, Кэлен в ужасе отступила от колена преклоненного Искателя. Осознав наконец, что натворила, она зашлась в рыданиях. Разбитая и опустошенная, Кэлен утратила власть над магией кровавой ярости. Стражники бросились к ней и встали у нее за спиной. Чейз потянулся к мечу и застыл на месте, так и не дотянувшись до рукояти. Зед воздел руки Бармача заклинания. Ничего не произошло. Волшебник потерял магическую силу. Он хотел подойти к друзьям, но, сделав два шага, наткнулся на незримую стену. Зеда заточили, словно узника, в прозрачную темницу, и теперь он мог лишь проклинать собственную глупость. Кэлен выхватил у стражника кинжал. С криком, исполненным муки, она поднесла клинок к груди, собираясь свести счеты с жизнью. Майкл одним прыжком подскочил к Кэлен и, вырвав оружие, приставил кинжал ей к горлу. Ричард в ярости кинулся на брата. Перед ним немедленно возникла хоть и невидимая, но вполне ощутимая преграда. Кэлен истощила в кон дар все свои силы и не могла продолжать борьбу. Сотрясаясь от рыданий, она опустилась на землю. Нагнувшись к исповеднице, стражник заткнул ей рот и завязал сзади концы кляпа. Теперь Кэлен не могла даже прошептать дорогое ей имя. Ричард рухнул перед Даркиным Ралом на колени и судорожно вцепился в его одеяние. Не причиняй ей зла, пожалуйста! Не причиняй ей зла! Рал положил руку ему на плечо. Я рад, Ричард, что ты решил вернуться и помочь мне. Впрочем, иного я и не ожидал. Позволь выразить восхищение твоей преданностью друзьям. Зедд не верил собственным ушам. Ричард решил помочь Даркину Ралу? Интересно, в чем? Пожалуйста, молил Ричард сквозь слезы. Не причиняй ей зла! Ну, теперь это целиком зависит от тебя! Даркин Рал разжал руку Ричарда и поправил складки своего облачения. Все что угодно! Я сделаю все что угодно! Только не причиняй зла моей госпоже! Губы Рала раздвинулись в улыбки. Он машинально облизнул кончики пальцев. Затем потрепал Ричарда по голове. Жаль. Жаль, что пришлось прибегнуть к услугам исповедницы. Действительно жаль. Останься ты прежним, я бы многому тебя научил. Поверь, мне было приятно общаться с тобой. Знаешь, Ричард, мы ведь очень похожи. Хоть ты этого и не осознаешь. Увы, мой мальчик, боюсь, ты полжертвой первого правила волшебника. Не причиняй зла, госпоже Кэлен, повторял Ричард. Прошу тебя, пожалуйста. Если будешь послушным и сделаешь все, что я скажу, я сдержу слово. Она будет жить в моем дворце как королева, ни в чем не зная отказа. Может, я даже превращу тебя в какую-нибудь симпатичную зверушку, вроде дрессированного пуделя. Я постелю тебе коврик в нашей спальне, чтобы ты смог убедиться воочию в правдивости отца Рала. Я даже, пожалуй, назову твоим именем наследника. В благодарность за оказанную мне помощь. Ричард Рал. Красиво звучит. В этом есть своеобразная ирония. Ты не находишь? Поступай со мной, как тебе будет угодно. Только, пожалуйста, не причиняй зла госпоже Кэлен. Прошу тебя, скажи, что я должен сделать. Даркин Рал похлопал его по плечу. Не спеши, сын мой. Скоро я тебе все скажу. А пока подожди здесь. Он отвернулся от колена преклоненного Ричарда и направился к Зедду. Рал медленно ступал вдоль кромки магического песка. Голубые глаза были прикованы к лицу старого волшебника. Под этим взглядом Зедд почувствовал себя совершенно опустошенным. Рал остановился и, лизнув пальцы, пригладил ими бровь. Как твое имя, старик? Зеддикус Зул Зарандер. Он вскинул подбородок. Это я убил твоего отца. Даркин Рал кивнул. А знаешь ли ты, досточтимый Зеддикус Зул Зарандер, что волшебное пламя не только уничтожило моего отца? Известно ли тебе, что огненный шар опалил и меня, тогда еще ребенка? И что я долгое время боролся со смертью, страдая от невыносимой боли? И что у меня по сей день сохранились шрамы как внутри, так и снаружи? Мне жаль, что я доставил страдания ребенку, кем бы он ни стал. Но в данном случае я назвал бы это превентивным наказанием. Лицо Рала сохраняло прежнее приятное выражение, на губах играла улыбка. Мы проведем вместе много времени, и ты сможешь сам испытать всю боль, которую причинил мне тогда. Ты узнаешь, что это такое? Зедд ответил ему взглядом, полным горечи. Ничто на свете не сможет сравниться с болью, которую я уже испытал из-за тебя. Даркен Рал лизнул пальцы и отвернулся. Посмотрим. Бросил он через плечо. Зедд беспомощно наблюдал, как Рал вернулся к Ричарду и встал перед ним. Ричард, закричал Зедд, не помогай ему. Кэлен скорее бы умерла, чем позволила бы тебе поступить так. Ричард поднял глаза на Даркена Рала. Я сделаю все, что прикажешь, если ты не причинишь зла моей госпоже. Рал жестом велел ему подняться. Я дал слово, сын мой. Но ты должен исполнить мою просьбу. Ричард кивнул. Прочитай мне книгу «Сочтенных теней». Зедд пошатнулся. Ричард повернулся к исповеднице. Госпожа, что я должен делать? Кэлен рвалась из рук Майкла, не обращая никакого внимания на приставленный к горлу кинжал, и тщетно пыталась что-то прокричать, но Кляп заглушал слова. Раздался мягкий, спокойный голос Рала. «Читай мне книгу «Сочтенных теней» или я прикажу Майклу отрезать ей по одному все пальцы. Чем дольше ты будешь молчать, тем хуже придется твоей госпоже». Ричард в ужасе повернулся к Ралу. Если тот, кто владеет шкатулками, не прочел сих слов сам, но услышал их из уст другого человека, в подлинности переданного знания он может убедиться лишь с помощью Исповедницы. Зедд опустился на землю. Как только Ричард произнес первые фразы, у волшебника отпали все сомнения. Неповторимый слог древней магической книги. Никто из живущих не смог бы подделать его. Да, это действительно была книга «Сочтенных теней». Зедд не понимал, как могла книга попасть к Ричарду. Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. Первый день зимы станет первым днем владычества Рала. Даркен Рал победил. Отныне мир принадлежит ему. Зедд сидел в полном оцепенении и внимательно слушал. Некоторые слова сами по себе обладали магическими свойствами, и никто, кроме Рожденного с даром, не смог бы удержать их в голове. Эти слова срабатывали как спусковые крючки, полностью устирая из памяти все содержание книги. Защита от непредвиденных обстоятельств. Защита от случайного человека. Прочесть тайную книгу может любой, но не всякому дозволено ее запомнить. То, что Ричард спокойно произносил эти слова, доказывало, что он рожден для них. Рожден магией и для магии. Как бы Ричард не ненавидел все, что связано с магией, он был волшебником. Все случилось по слову древних пророчеств. Несмотря ни на что, старик восхищался Ричардом. Восхищался им и скорбел о нем. Но главное, сетовал на собственное недомыслие. Он пытался сберечь Ричарда от сил, которые могли овладеть им, если б только узнали правду. Рожденные с даром в первые годы жизни всегда уязвимы. Уязвимы пока не окрепнут. Доказательство тому сам Даркенрал. Вот почему Зедд предпочел ничему не учить Ричарда, не посвящать его в тайны волшебства. Старику казалось, что единственный способ защитить ребенка утаить его от сил зла. Зедд и надеялся на то, что у Ричарда есть дар, и одновременно боялся этого. Он рассчитывал, что способности мальчика не проявятся до тех пор, пока тот не возмужает. И вот тогда-то, думал Зедд, у них будет достаточно времени, чтобы заняться тайной наукой. Волшебник терпеливо ожидал своего часа, понимая, что излишняя поспешность может стоить мальчику жизни. Но все оказалось впустую. Его осторожность не привела ни к чему хорошему. Зедд всегда чувствовал, что у Ричарда дар, что он исключительная личность. Все, с кем Ричарду доводилось встречаться, понимали, что он не похож на других. Исключительной, отмеченной магией. Волшебнику вспомнились долгие лесные прогулки в обществе Ричарда. Сколько незабываемых минут подарил ему этот мальчуган. Тогда Зедд впервые познал счастье, доступное большинству людей. Счастье иметь друга. Тем, кто посвящен в тайной магии, редко дается такое. Обычно люди испытывают перед чародеями суеверный страх, смотрят на них с опаской, заискивают перед ними. Ричард искренне любил старика, доверяя ему и восхищаясь им. Славные это были времена. Годы без магии. Лучшие годы его жизни. На глаза Зедда навернулись слезы. Ричард спокойно и уверенно декламировал книгу. Судя по всему, он знал ее в совершенстве. Зедд поймал себя на том, что гордится своим воспитанником, и сразу же горько пожалел о его даре. Большинство событий, упоминаемых в тайной книге, уже произошло. Выросла змеиная лоза. Со шкатулок были сняты верхние покровы. Но Рал не останавливал и не торопил Ричарда, опасаясь, что тот, сбившись, пропустит что-нибудь важное. Время от времени Даркен Рал просил повторить несколько фраз, желая убедиться, что все понял правильно. Он сосредоточенно внимал словам книги о солнечных углах, тучах, силе ветра. День клонился к вечеру, а Ричард все читал. Рал стоял подле него и слушал. Майкл не отнимал клинок от горла Кейлен. Два охранника держали ее за руки. Чейз застыл, как изваяние. Зедд сидел на земле, запертый в невидимой темнице. Волшебник понял, для того чтобы открыть шкатулку, Ралу понадобится много времени. Возможно, это займет всю ночь. В книге сочтенных теней говорилось о том, что претендент должен сначала начертать определенные магические фигуры. Так вот, зачем Ралу понадобилось такое количество драгоценного песка. В сложном переплетении линий каждой шкатулке отводилось особое место, зависевшее от числа теней, отбрасываемых ею в первых лучах зимнего солнца. Теперь Зедд понял, откуда взялось название книги. Все шкатулки Одена казались на вид совершенно одинаковыми, но одна отбрасывала единственный столбик тени, другая два, третья три. Даркен Рал прервал Ричарда и направился к Белому кругу. Он легко и уверенно чертил на песке магические фигуры, многие из которых Зедд видел впервые в жизни. Стемнело. Рал приказал зажечь факелы и продолжил работу. Все стояли, затаив дыхание, и молча провожали взглядами каждое движение его руки. Это было искусство. Но руны подземного мира наполняли душу свинцовой тяжестью. Зедд знал, что необычайно сложные узоры должны быть выполнены в надлежащем порядке и без единой ошибки. Каждая линия в должное время. Магическую фигуру нельзя ни подправить, ни стереть, ни начать заново. Любая оплошность означает смерть. Зедд знавал волшебников, которые годами изучали тайные символы, но так и не отважились начертать их на магическом песке. Рал, казалось, не испытывал никакой тревоги. Рука его была тверда, движения точны. Зедд еще никогда не встречал волшебника, обладавшего таким даром. По крайней мере, с горечью подумал старик, нас победил наилучший. Он не мог не восхищаться Даркиным Ралом. Никогда прежде Зедд не был свидетелем подобного совершенства. Книга «Сочтенных теней» утверждала, что претендент может открыть шкатулку в любой момент. Но для того, чтобы определить нужную шкатулку, требуется безошибочно начертать сложнейшее переплетение магических фигур. Тот, кто вступил в игру, должен проявить все свои таланты. Зедд прочел много тайных книг и знал, что такова мера предосторожности против случайного невежды. Не будь этого, любой, прочитав книгу «Сочтенных теней», смог бы без труда сделаться властелином мира. И тогда судьба всех живущих оказалась бы куда печальнее. Лишь посвященному дозволено управлять людьми. Сам Зедд, долгие годы посвятивший изучению магического искусства, не обладал должными познаниями. Очевидно, Даркен Рал всю жизнь ждал этого мгновения и готовился к нему. Сначала под руководством отца, а после своими силами. Зедд пожалел было, что волшебный огонь, уничтоживший Панеза, не спалил заодно и наследника дома Ралов. Но, по размышлению, счел подобную мысль недостойной. Всю долгую зимнюю ночь Даркен Рал провел за работой. К рассвету весь песок был покрыт таинственными знаками. Пришла пора положить туда шкатулки, каждую в надлежащее место, дабы они вместили в себя великую мощь древней магии. Настал второй день зимы. С первыми лучами солнца Рал вновь перенес шкатулки Одена на алтарь. Старый волшебник с изумлением отметил, что теперь они отбрасывают тени совсем в другом количестве. Свойства шкатулок изменились. Еще одна мера предосторожности, понял Зедд. Следуя указаниям тайной книги, Даркен Рал первый слегка поставил шкатулку с одной тенью, второй с двумя тенями и последней с тремя. Продолжай, приказал он, пожирая взглядом, непроницаемо черные поверхности. Не колеблясь ни минуты, Ричард произнес следующий абзац. Если ты должным образом следовал каждому слову сей книги тайн и верно исполнил все указания, ты достоин награды. Магия Одена готова покориться победителю. Итак, распоряжайся ею, как сочтешь нужным. Помни, одной тени недостаточно, дабы поддержать жизнь играющего. Три тени больше, нежели могут вынести все живущие. Равновесие посредине. Одна тень за тебя и одна за мир, которым ты будешь править властью Одена. Две тени означают единый мир под единой властью. Открыв должную шкатулку, ты обретешь награду. Даркен Рал медленно повернулся к Ричарду. Дальше. Тот растерянно мигнул. Правь по своему выбору. Это конец. Последние слова. Рал схватил Ричарда за горло. Ты выучил ее всю? Всю книгу. Да, магистр Рал. Рал побагровел. Ты лжешь. Шкатулка с двумя тенями несет смерть проигравшему. Я предупреждал тебя, что, по крайней мере, это мне известно. Я не лгу. Каждое слово, произнесенное мною, правда. До последней буквы. Даркен Рал разжал руки. Я не верю тебе. Он кинул взгляд на Майкла. Перережь ей горло. Ричард упал на колени. Пожалуйста, ты обещал. Ты сказал, если я сделаю, как ты велишь, ты не причинишь ей зла. Пожалуйста. Я сказал правду. Не сводя испытывающего взгляда с лица Ричарда, Рал остановил Майкла небрежным взмахом руки. Я тебе не верю. Если ты немедленно не скажешь все, как есть, я убью твою госпожу. Нет, испуганно вскричал Ричард. Я сказал правду. Я не могу ничего изменить. Это будет обман. Последний шанс, Ричард, выбирай. Или ты скажешь правду, или она умрет. Я не могу больше ничего сказать, рыдал Ричард. Это будет ложью. Клянусь, магистр Рал, я говорил правду и только правду. Зедд поднялся на ноги. Он медленно оторвал взгляд от стального клинка, приставленного к горлу Кэлен, от широко раскрытых зеленых глаз матери исповедницы и посмотрел на Даркина Рала. Очевидно, тот почерпнул какие-то обрывочные сведения из другого источника тайных знаний. Сведения, противоречившие тому, о чем говорилось в книге сочтенных теней. С подобными несовпадениями рано или поздно приходилось сталкиваться любому волшебнику. И того, кто познал искусство магии, этим не удивишь. Согласно неписанному закону, предпочтение в таких случаях оказывалось книге, посвященной данному вопросу. Попытки поступить иначе всегда влекли за собой роковой исход. В душе Зеда пробудилась безумная надежда. Что, если Рал не осведомлен на этот счет и невежество погубит его? На лице Даркина Рала снова появилась улыбка. Он лизнул кончики пальцев и провел ими по бровям. Ладно, Ричард, довольно. Я просто должен был убедиться, что ты не солгал. Нет, магистр Рал, клянусь жизнью госпожи Кэлен, каждое сказанное мной слово правда. Даркин Рал кивнул и сделал знак Майклу. Тот послушно опустил нож. Кэлен бессильно закрыла глаза. По щекам ее бежали слезы. Рал повернулся к шкатулкам и вздохнул глубоко и удовлетворенно. Наконец-то, прошептал он, магия Одана моя. Зедд не мог ничего разглядеть за спиной Рала, но знал, что тот поднял крышку на средней шкатулке. Старый волшебник мог судить об этом по заигравшим вокруг ярким бликам. Золотистый свет, казавшийся густым и неимоверно тяжелым, нехотя поднялся из шкатулки, завис над магистром Ралом и окутал его золотым сиянием. Рал повернулся. На лице его играла блаженная улыбка. Он слегка приподнялся над землей, распростер руки и величаво поплыл к центру песчаного круга. Мерцающее облако следовало за ним, повторяя каждое движение нового властелина мира. Когда Рал остановился, облако стало медленно вращаться вокруг него. Благодарю тебя, сын мой, торжественно произнес Даркен Рал, обращаясь к Ричарду. Благодарю за то, что вернулся и помог отцу Ралу. Ты получишь награду. Я умею держать слово. Сегодня, сынок, ты вручил мне ключи от мира. Отныне он мой. Я чувствую эту власть всем своим существом. О, Ричард, ты представить себе не можешь, насколько это чудесно! Ричард никак не отреагировал на благодарственную речь. Взгляд его казался пустым и бессмысленным. Зед опустился на землю. Все кончено. Неужели Ричард не понимает, что натворил? Как мог искатель истины отдать магию Одена Даркену Ралу? Позволить ему править миром? А вот как! Ричарда коснулась Исповедница. Тут нет его вины. Он утратил волю. А Кэлен была лишена возможности приказать ему. Злость прошла. Старый волшебник простил Ричарда. Если бы у Зеда сохранилась магическая сила, он, не колеблясь, вдохнул бы свою жизнь в волшебный огонь. Но здесь, во владениях Даркена Рала, он был беспомощен. На него навалилась безмерная усталость. Сейчас, как никогда прежде, Зед чувствовал себя немощным и старым. Он знал, что уже не успеет сильнее состариться. Но не из-за себя горевал волшебник. Душа его болела за всех невинных. Омытый золотым сиянием, Рал плавно поднялся еще на несколько футов. По лицу его блуждала счастливая улыбка. В глазах светилось торжество. Он в экстазе опустил веки и запрокинул голову. Искрящееся золотое облако медленно вращалось вокруг властелина мира. Между тем магический песок менял окраску. Сделавшись золотистым, он продолжал темнеть, пока не обрел цвет сжженного сахара. Сияние, окружавшее Даркина Рала, приняло янтарный оттенок. Рал открыл глаза. Улыбка его увяла. Песок покрылся черной рябью. Земля задрожала. Ричард с победным видом направился к мечу истины. Он прошел несколько шагов и подобрал волшебное оружие. Таившийся в клинке гнев магии мощным потоком устремился ему в жилы, зажегся в глазах. Зед поднялся. Облако, окутавшее Рала, стало безобразно коричневым. Голубые глаза магистра изумленно раскрылись. Из недр земли донесся глухой рев. Черная гладь магического песка раскололась. Из нее вырвались длинные языки фиолетового пламени, которые тут же потянулись к проигравшему. Рал вскрикнул и отчаянно забился, пытаясь вырваться из пуд. Ричард застыл на месте, не в силах оторвать глаз от этого зрелища. Грудь его тяжело вздымалась. Невидимые стены, так долго окружавшие Зеда, рухнули в одночасье. Рука Чейза упала на рукоять боевого меча. Выхватив оружие, страж границы кинулся к Кэлен. Навстречу выступили охранники. Майкл побледнел. Ничего не понимая, он уставился на Чейза. Тот в мгновение ока заколол одного из охранников. Кэлен локтем со всей силы ударила Майкла под дых и вырвала у него кинжал. Оставшись без оружия, Майкл безумным взором обвелся от жизни, выискивая пути к отступлению. Недолго думая, он помчался вниз по дорожке и скрылся за деревьями. Чейз налетел на второго стражника. Оба покатились по земле, хрипя от напряжения и ярости. Каждый стремился подмять под себя противника. Раздался предсмертный вопль. Чейз, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и стряхнул с себя грязь. Бросив взгляд на Даркена Рала, страж границы пустился вдогонку за Майклом. Зед уловил краем глаза промелькнувшее среди листвы белое одеяние Кэлен и приметил, в какую сторону убежала исповедница. Старый волшебник, как зачарованный, стоял рядом с Ричардом. Его взгляд был прикован к Даркену Ралу, рвавшемуся из тисков магии Одена. Холодное фиолетовое пламя крепко держало его над черной бездной. – Ричард истошно возопил Рал. – Ричард, сынок, что ты наделал? Ричард шагнул к песчаному кругу. – Ничего, магистр Рал, – ответил он с самым невинным видом. – Всего лишь сказал тебе то, что ты сам хотел услышать. – Но это была правда! Ты не переврал ни единого слова! Ричард покачал головой. – Нет. Все, что я сказал, записано в книге сочтенных теней. Все до единого слова. Просто я выпустил большую часть последнего абзаца. Будь осторожен. Действие шкатулок изменчиво. Оно зависит от намерения. Если желаешь сделаться властелином мира, дабы помогать другим, переставь шкатулку вправо. Если хочешь покорить всех своей воле, переставь шкатулку влево. Правь по своему выбору. Твои сведения были верными. Шкатулка с двумя тенями принесла тебе смерть. – Но ты должен был сказать мне все. Тебя же коснулась исповедница! Ричард улыбнулся. – В самом деле? Первое правило волшебника. Первое и самое главное. Тебе следовало бы получше защититься от него. Такова цена самонадеянности. Я признал свою уязвимость. Ты – нет. Мне не понравился предложенный тобой выбор. А поскольку, следуя твоим правилам, я победить не мог, пришлось подумать и изобрести парочку новых. В книге сказано, что убедиться в подлинности переданного знания ты можешь лишь с помощью исповедницы. Тебе только казалось, что ты выполнил это условие. Первое правило волшебника. Ты поверил, потому что хотел поверить. Я побил тебя. – Этого не может быть! Да это попросту невозможно! Каким образом тебе удалось найти средства? Ты сам учил. Все на свете, в том числе и магия, имеет оборотную сторону. В мире нет ничего, сказал ты, что не имело бы оборотной стороны. Постарайся обрести полноту восприятия. Ричард медленно покачал головой. Не следовало тебе учить меня чему-то, если ты не хотел, чтобы я это знал. Но, а коли ты передал мне знания, я волен использовать его, как пожелаю. Спасибо, отец Рал, что научил меня самому главному, как стать возлюбленным Кэлен. Лицо Даркена Рала исказилось от боли. Он смеялся и плакал. Ричард оглянулся. Где Кэлен? Я видел, как она направилась вон в ту сторону, ответил Зедд, указывая длинным костлявым пальцем. Ричард вложил меч в ножны и бросил взгляд на Даркена Рала, продолжавшего отчаянную борьбу с фиолетовым пламенем. Прощай, отец Рал. Мне нет нужды смотреть на твою агонию. Уверен, ты умрешь и так. Ричард, завопил Рал ему вслед. Ричард! Старый волшебник один остался с Даркеном Ралом. Он смотрел, как прозрачные пальцы дыма обвивают белые одежды, накрепко связывая неудавшегося властелина мира. Зедд шагнул вперед. Голубые глаза переметнулись на старика. «Ты победил меня, Зеддикус Зулзарандер. Но победа твоя не окончательна. Самонадеян до последнего вздоха!» Рал улыбнулся. «Скажи мне, кто он?» «Искатель!» – ответил Зедд, недоуменно пожав плечами. Даркен Рал, превозмогая боль, хрипло засмеялся. «Он ведь твой сын? Ну что ж, по крайней мере, меня победил рожденный с Даром. Я знаю, ты его отец!» Зедд покачал головой. Его губы скривились в печальной улыбке. «Он мой внук!» «Ты лжешь! Для чего же тебе потребовалось набрасывать на него сеть, скрывающую имя отца?» «Я окутал Ричарда сетью лишь потому, что хотел скрыть от него имя голубоглазого подонка, изнасиловавшего его мать и подарившего ему жизнь». Брови Даркен Рала взметнулись вверх. «Твою дочь убил Квот. Отец говорил мне…» «Всего лишь маленький трюк. Я должен был оградить ее от опасности». Зедд помрачнел. «Ты даже не знал, кто она такая, но все равно надругался над ней, и сам того не желая даровал ей счастье. Ты оставил ей Ричарда». «Я его отец?» – в ужасе прошептал Рал. «Да. Когда ты изнасиловал мою дочь, я понял, что не смогу наказать тебя. Я хотел только одного – защитить и утешить ее. Мы перебрались в Вестландию. Там моя дочь встретила молодого вдовца, на руках которого после смерти жены остался сынишка. Джордж Сайфер был хорошим, добрым человеком. Я гордился тем, что у меня такой зять. Джордж знал правду, но это не мешало ему любить Ричарда как родного сына. Но о том, кто я такой, он даже не догадывался. Это было надежно скрыто с помощью чар. Я мог бы возненавидеть Ричарда за то, что он твой сын. Но разве этот малыш был виновен в преступлениях своего отца? Я полюбил его таким, каков он есть. Ты не находишь, что он настоящий мужчина. Тебя победил тот самый наследник, о котором ты так мечтал. Наследник, рожденный с даром. Это редкость. Ричард Сайфер – истинный искатель. Кровь ралов смешалась в его жилах с кровью зарандеров. Вспыльчивость и склонность к насилию уравновешены в нем способностью к любви, пониманию и прощению. Вокруг Даркенрала мелькали черные тени магии Одена. Корчась от боли, он становился все прозрачнее и прозрачнее, как дым. Подумать только. Дом ралов прогнился с домом зарандеров. И все-таки он мой наследник. Значит, в каком-то смысле я победил! Прохрепел Даркенрал. Зед покачал головой. Ты проиграл. Проиграл по всем статьям. Свет и тьма смешались и закружились в ревущем вихре. Земля содрогнулась. Черный, как деготь, магический песок втянуло в водоворот, вращавшийся над бездной. Звуки мира живых и царства мертвых слились в единый, ужасающий вой. До Зеда донесся гулкий пустой голос Даркенрала. Читай пророчества, старик. Из них ты узнаешь, что для меня еще не все потеряно. Я посредник! Нестерпимо яркая вспышка на мгновение ослепила Зеда. Волшебник прикрыл глаза рукой. Сноб раскаленных до бела лучей пронзил стеклянную крышу и выстрелил в небо. Второй пучок упал в черные глубины. Раздался пронзительный виск. От невыносимого жара задрожал воздух. Сад жизни озарился мертвенно-белым сиянием. Наступила тишина. Зед осторожно открыл глаза. Магический песок исчез. Там, где только что была бездонная воронка, остался ровный круг голой земли. Пролом между двумя мирами закрылся. По крайней мере, Зед хотел надеяться, что это действительно так. Волшебник ощутил, как в него вновь вливается сила. Хозяин дворца пропал, и защищавшая его магическая фигура утратила свое значение. Зед встал перед алтарем, воздел руки к небесам и закрыл глаза. Я снимаю все заклятия. Отныне я тот, кем был прежде. Зедикус Зулзарандр, волшебник первого ранга. Пусть все вновь узнают об этом. И обо всем остальном тоже. Народ Дхары был связан с Домом Ралов давними узами, выкованными магией тех, кто правил страной. Цепь намертво приковала народ Дхары к Дому Ралов и Дом Ралов к людям этой страны. Теперь, когда заклятие исчезло, многие почувствуют эту связь и поймут, что Ричард новый магистр Рал. Придется Зеду рассказать ему, кто его настоящий отец. Только не сегодня. Сначала он подыщет слова. Ему многое придется рассказать, но не сегодня. Ричард нашел Кэлен на пустынной площадке для посвящений. Исповедница стояла на коленях у края бассейна. Вокруг шеи у нее все еще висела сдвинутая с лица повязка. Опущенные плечи содрогались от рыданий. Длинные волосы волнами струились по спине. Кэлен подалась вперед, крепко сжала обеими руками кинжал и приставила острие к груди. Ричард подошел к ней и остановился, коснувшись складок блестящего белого платья. Не делай этого, прошептал он. Я должна. Я люблю тебя, милый, простонала Кэлен. О духи! Я коснулась тебя властью Исповедницы. Лучше умереть, чем быть твоей госпожой. Ценой моей смерти ты обретешь свободу. Иного пути нет. И она вновь зашлась в рыданиях. Поцелуй меня на прощание и уходи. Не хочу, чтобы ты при этом присутствовал. Нет. Кэлен вскинула на него глаза. Что ты сказал? Недоверчиво переспросила она. Ричард упер руки в бока. Я сказал нет. Никаких поцелуев. Ты только посмотри на себя. Из чего это тебе взбрело в голову разукрасить лицо дурацкими молниями? Да я чуть со страху не умер, когда тебя увидел. Пока ты так размалевана, о поцелуях не может быть и речи. Кэлен ошарашенно возрелась на него. Я же коснулась тебя своей властью. Ты не можешь мне ни в чем отказать. Ричард подсел поближе и деловито развязал болтавшийся у нее вокруг шеи кляп. Значит так. Ты велела мне поцеловать тебя? Он смочил тряпку в воде. И я сказал, что не стану этого делать, поскольку твой боевой раскрас наводит на меня ужас. Он осторожно протер лицо Кэлен. По-моему, единственное верное решение смыть эти штуковины. Кэлен не сопротивлялась. Закончив свой труд, Ричард отшвырнул кляп. Он заглянул в широко распахнутые зеленые глаза, встал перед Кэлен на колени и нежно привлек ее к себе. Ричард, я обратила против тебя магическую силу. Я чувствовала это. Я слышала это. Я видела это. А ты остался прежним. Так не бывает. Объясни мне, почему магия не поработила тебя? Потому что я был защищен. Защищен чем? Любовью. Я понял, что люблю тебя больше жизни. Что готов принять все, даже жалкую участь раба, только бы никогда с тобой не расставаться. Я хотел одного. Посвятить тебе свою жизнь. И во имя любви готов был пожертвовать всем. И вот, осознав, как сильно я люблю тебя, как жажду, несмотря ни на что принадлежать тебе, я понял, магия против меня бессильна. Что может изменить какое-то прикосновение, если я и без того предан тебе? Меня коснулась твоя любовь. В ней я обрел защиту. Я верил всем сердцем. Ты чувствуешь то же самое. У меня не было страха. Усомнись я хоть бы на мгновение. Магия тут же отыскала бы трещину и завладела мной. Но я забыл, что такое страх. Я люблю тебя. И любовь моя цельна и безупречна. Она защитила меня от магии. Кэлен одарила его своей особой улыбкой. Правда? Совсем никаких сомнений? Ричард улыбнулся в ответ. Ну, если совсем честно, то, увидев тебя в боевом раскрасе, я порядком струсил. Я не знал, что могут означать эти жуткие молнии. А потому схватился за меч. Убивать я тебя, разумеется, не хотел. Мне просто надо было выиграть время, чтобы подумать. Но я понял, что это не важно. Ты прежняя Кэлен. И я люблю тебя, как и раньше. А остальное не имеет значения. Больше всего на свете я хотел, чтобы ты коснулась меня. Ведь тогда бы я смог доказать тебе мою безмерную преданность и любовь. Ну, а потом мне пришлось устроить спектакль с рыданиями и заламыванием рук. Извини, но иначе бы нам не удалось остановить Рала. Этот боевой раскрас означает, что я тоже пожертвовала всем ради тебя, прошептала Кэлен, обнимая его. Они стояли на коленях, тесно прижавшись друг к другу, и Ричард целовал ее наяву так, как уже делал это тысячи раз в своих снах и грезах. Ричард целовал возлюбленную до тех пор, пока у него не закружилась голова, а потом целовал еще и еще, не обращая никакого внимания на изумленные взгляды случайных прохожих. В объятиях Кэлен Ричард потерял всякое представление о времени. Наконец, вспомнив о старом волшебнике, он встал с каменных плит и помог подняться Кэлен. Ричард нежно обнял девушку за талию, та склонила голову ему на плечо, и они побрели в сад жизни. Они остановились перед резными дверями, поцеловались еще раз и вошли в сад. Зедд стоял перед алтарем, задумчиво поглаживая подбородок. Кэлен упала перед волшебником на колени и прижалась щекой к его руке. Зедд, он любит меня. Он сумел победить магию. Зедд, он отыскал способ. Долго же он провозился с этой задачкой, проворчал старик. Кэлен поднялась с земли. Ты что, знал, как это сделать? Ее вопрос возмутил Зедда. Конечно, знал. Я волшебник первого ранга. И ты ничего не сказал нам? Зедд улыбнулся. Скажи я вам хоть слово, и фокус бы не удался. В любом знании всегда скрыто зерно сомнения. А где сомнения, там неудача. Чтобы спастись от магии Исповедницы, необходимо полностью отказаться от своей воли. Поставить на карту все. Ричард должен был пойти на это сам, добровольно, бескорыстно и безоглядно. Иначе бы у него ничего не вышло. Похоже, тебе известно многое. Кэлен озадаченно нахмурилась. Но мне еще ни разу не доводилось слышать историй, подобных нашей. Скажи, такое уже бывало? Зедд потер подбородок и устремил взор куда-то вдаль. Ну, насколько мне известно, до вас такое произошло лишь однажды. Он сурово посмотрел на влюбленных. Но вы должны пообещать, что никому ничего не расскажете. Очень больно и тяжело молчать, когда на твоих глазах страдают люди. Я сам долго выступал в этой роли, не имея возможности помочь вам. запомните самое главное. Если хоть один человек услышит от вас, как все было на самом деле, тайна перестанет быть тайной. И тогда у тех, кто еще не родился, не останется ни единого шанса. Такова насмешка магии. Тот, кто не готов принять поражение, никогда не достигнет успеха. Отныне на ваши плечи ложится тяжкий груз. Вы не сможете помочь советам никому из ныне живущих. Но своим молчанием вы сохраните надежду для будущего. – Обещаю, – тихо сказала Кэлен. – Обещаю, – повторил Ричард. – Да, Зедд, а что у нас с Даркеном Ралом? Все кончено? Он уже мертв? Зедд как-то странно взглянул на него. – Даркен Рал мертв, – ответил волшебник и крепко сжал костлявыми пальцами плечо своего воспитанника. – Ты все сделал правильно, Ричард. Никогда не видел такого представления. Я чуть с ума не сошел от ужаса. Ричард не смог сдержать самодовольной улыбки. – Ничего особенного. Так, маленький трюк. Взлохмаченная седая шевелюра придавала волшебнику диковатый вид. – Больше, чем трюк, мой мальчик. И куда больше, чем маленький. Послышались шаги. Обернувшись, Ричард увидел Чейза, который тащил за шиворот упиравшегося Майкла. Судя по обтрепанному костюму первого советника, можно было предположить, что ему досталось. И досталось основательно. Чейз подтолкнул пленника вперед и заставил встать перед Ричардом. Увидев брата, Ричард нахмурился. Майкл вскинул голову и с вызовом посмотрел на него. – Не стоит так обращаться со мной, братишка! Тон его, как всегда, был снисходительным. – Ты сам не знаешь, во что ввязался. Это дело государственной важности. Пытаясь объединить все страны, я выступал за мир и работал на благо нашего народа. Ты же навлек на соотечественников новые страдания, от которых они были бы избавлены под мудрым владычеством Даркина Рала. Ричард вспомнил все испытания, выпавшие на его долю. Подумал о том, что пришлось вынести Зеду, Чейзу и Кэлен. Перед его мысленным взором прошла череда знакомых лиц. Он никогда не увидит их в Яве. Все эти люди погибли от руки Даркина Рала и его приспешников, а сколько их было на самом деле. Тех, кто так и не дожил до победы. Он думал о страданиях, жестокости, зверствах. Обо всех тиранах, процветавших под властью Рала. О тех, кого ему пришлось убить в этом беспощадном сражении. И он ощутил боль и горечь, вспоминая все, что вынужден был совершить. В воздухе раздался протяжный звон. Искатель обнажил меч. Волшебный клинок уперся в горло предателя. Майкл выпучил глаза. Ричард наклонился к брату. «Отдай мне салют побежденного, Майкл». Майкл побагровел. «Лучше умереть». Ричард выпрямился и, понимающий, кивнул. Какое-то мгновение он пристально смотрел в глаза брату. Потом убрал меч. Искатель подавил гнев. Он хотел, чтобы клинок побелел в его руках, но ничего не вышло. Меч скользнул обратно в ножны. Рад видеть, Майкл, что хоть бы в одном мы схожи. Каждый из нас готов умереть за свои убеждения. Ричард перевел взгляд на большой серповидный топор, притороченный к поясу стражи границы. Глаза его скользнули вверх к суровому лицу Чейза. «Казни его», – тихо сказал Ричард. «Голову отдай его личной охране. Скажи, что он казнен за измену Родине, по моему приказу. В Вестландии придется найти нового первого советника». Чейз схватил Майкла за волосы. Тот с криком упал на колени, отдавая салют побежденного. «Ричард, прошу тебя, я твой брат! Не делай этого! Останови его! Я виноват перед тобой! Прости меня! Я был неправ! Пожалуйста, Ричард, прости меня!» Ричард посмотрел на брата, стоявшего перед ним на коленях, и сжал в кулаке Эйджел. Руку пронзила жгучая боль. Он терпел ее, вспоминая долгий путь, пройденный от затерянного в Валеньем лесу маленького домишки до сада жизни во дворце Рала. Яркие видения мелькали одно за другим. «Даркен Рал рассказал тебе, что собирается со мной сделать. Ты знал. Ты знал, что должно было случиться со мной, но тебя не беспокоила моя участь. Это имело для тебя значение лишь постольку, поскольку помогало достижению собственной корыстной цели. Я прощаю тебя, Майкл. Прощаю за все, что ты со мной сделал». Майкл облегченно вздохнул. Ричард напрягся. «Но я не вправе простить остальное. Из-за твоих мелких амбиций множество людей поплатилось жизнью. Ты будешь казнен за эти преступления. Не за те, что совершил против меня». Чейз потащил Майкла из сада. Тот кричал и плакал. Ричард с болью смотрел ему вслед. Реакция брата вызвала у него дрожь. Зедд положил ладонь поверх сжимавшей Эйджел руки Ричарда. «Отпусти это, мой мальчик». Душевная боль, захлестнувшая Ричарда, была настолько сильна, что он забыл о боли физической, причиняемой Эйджелом. Ричард посмотрел на Зедда и прочел в его глазах то, чего никогда не видел прежде. Разделенное страдание. Он выпустил Эйджел. Глаза Кэлен расширились. «Ричард, ты должен это хранить?» «Пока да. Я дал обещание той, которую убил. Она помогла мне понять, как сильно я люблю тебя. Деркин Раал рассчитывал, что она меня сломает, а она научила меня тому, как победить его. Если бы я сейчас выбросил Эйджел, я отрекся бы от того, что живет у меня внутри. От самого себя». Кэлен взяла его за руку. «Я не в состоянии понять тебя, но со временем все придет». Ричард окинул взглядом сад жизни. Смерть Даркина Раала, смерть отца. Правосудие свершилось. Отец. Ричард вновь ощутил боль утраты. Что же, во всяком случае, он исполнил свой долг. Он не забыл ни единого слова тайной книги. Отец может покоиться с миром. Зед оправил складки длинного балахона. «О, духи! Неужели во всем огромном доме не найдется для гостей кусочка хлеба?» – проворчал волшебник. Ричард засмеялся, взял друзей под руки и повел в ту самую обеденную залу, куда он когда-то сопровождал Денну. Казалось, смерть хозяина не затронула привычного распорядка жизни. Обитатели дворца, как ни в чем не бывало, сидели за столиками. Ричард выбрал уютное местечко в самом углу залы. К вновь пришедшим тут же подбежали слуги. На подносах аппетитно дымились чаши, наполненные пряным супом. Стояли блюда с рисом и овощами, черный хлеб и сыр. Удивленные, но улыбающиеся слуги еще долго продолжали носить еду к их столику, а порядком проголодавшийся волшебник неустанно опустошал тарелку за тарелкой. Ричард надкусил ломтик сыра и, скривившись, кинул его на стол. «Что случилось?» – поинтересовался Зедд. «Это самый отвратительный сыр, какой мне когда-либо доводилось есть. Вкус прямо-таки тошнотворный». Зедд поднял ломтик, повертел его в руках, понюхал и рискнул попробовать. «Самый обыкновенный сыр мой мальчик», – волшебник пожал плечами. «Прекрасно? Тогда ешь его сам». Зедд не стал отказываться. Ричард и Кэлен быстро покончили с закуской и, улыбаясь, смотрели на старика. Наконец, Зедд удовлетворенно отодвинул последнюю тарелку, и они отправились на прогулку по Народному дворцу. Загудел колокол, созывающий на посвящение. Долгий перезвон, многократно отраженный эхом, заполнил собой все залы и коридоры. Обитатели дворца поспешно устремились к площадкам и, преклонив колени, начали нараспев повторять формулу посвящения. Подобное зрелище явно не вызвало восторга у Матери-Исповедницы. Ричард подумал было, что не мешало бы отменить этот ритуал, но потом решил, что главное он уже сделал. Друзья покинули мрачные дворцовые лабиринты. Яркие лучи зимнего солнца на мгновение ослепили их. Лестница, высеченная в камне, спускалась в огромный крепостной двор. Подойдя к краю обрыва, все трое замерли. Внизу виднелось несметное количество народа. У Ричарда вырвался удивленный возглас. Двор был заполнен воинами. Тысячи солдат, шеренга за шеренгой, выстроились перед Ричардом и застыли по стойке смирно. Впереди, у самого подножия лестницы, стояла личная охрана первого советника, носившая раньше, до вступления Майкла в должность, почетное звание Вестландской внутренней гвардии. Ветер играл желтыми знаменами. Щиты и палицы блестели на солнце. Позади гвардейцев виднелось грозное Вестландское войско. А дальше бесчетные силы Дхары. Самым первым, сложив руки на груди, стоял Чейз. Страж границы, щурясь, взирал на старого друга. Рядом с Чейзом торчал врытый в землю кол с отрубленной головой Майкла. Царившая вокруг тишина потрясла Ричарда. Зедд решительно подтолкнул его вперед. Кэлен сжала его локоть и, держась очень прямо, пошла рядом, минуя длинные пролеты и широкие лестничные площадки. Чейз смотрел Ричарду прямо в глаза. Ричард заметил Рэйчел. Правой рукой девочка крепко держалась за штанину Чейза, левой сжимала свою Сару. С другой стороны в куклу вцепилась ручонка Сидина. Едва завидев Кэлен, Сидин отпустил куклу и помчался к ней. Кэлен, смеясь, подхватила мальчонку на руки. Он улыбнулся Ричарду и возбужденно затараторил что-то на своем языке. Кэлен прижала малыша к себе, пошепталась с ним и, опустив на землю, взяла за руку. Капитан Внутренней Гвардии выступил на шаг вперед. «Искатель Ричард, Внутренняя Гвардия Вестландии построена и готова принести тебе присягу верности!» Командующий Вестландского войска встал рядом с капитаном. «Как и Вестландское войско!» «Как и силы Дхары!» Эхом отозвался дхарианский полководец. Ричард онемел. В душе его поднялась волна гнева. «Никто никому не будет присягать на верность, а уж тем более мне. Я лесной проводник, и ничего больше. Зарубите это на носу, лесной проводник!» Ричард окинул взором море голов. Все взгляды были прикованы к нему. Он посмотрел на насаженную на кол окровавленную голову Майкла и на мгновение прикрыл глаза. Потом повернулся к воинам Внутренней Гвардии. «Похороните его!» «И голову, и тело!» Никто не двинулся с места. «Сейчас же!» Гвардейцы подскочили на месте, отдали честь и поспешно бросились выполнять приказ. Ричард обратил взгляд на застывшего перед ним дохарианского полководца. «Разошлите вестовых!» «Со всякой враждой покончено!» «Война прекращена!» «Проследите, чтобы вооруженные формирования были отозваны по домам!» «Все оккупационные войска выведены!» «Каждый воин, совершивший преступления против мирных жителей, неважно, рядовой это или генерал, должен предстать перед судом. Если вина его будет доказана, он понесет законное наказание. Жителям срединных земель необходимо оказать помощь с продовольствием. Ответственность за это возлагается на войска Дхары. Отныне каждый имеет право разводить огонь. Если воины, с которыми вы столкнетесь, не согласятся последовать приказу, вам придется убедить их». Ричард указал на командующего вестландским войском. «Соберите отряды и помогите им. Вместе вы будете представлять достаточно грозную силу, чтобы с вами считались». Офицеры недоуменно возрились на Ричарда. Он наклонился и тихо добавил. «Кроме вас никто не в состоянии с этим покончить». Воины прижали к груди кулаки и поклонились. Дохарианский полководец поднял на Ричарда глаза. Взгляды их встретились. «Слушаюсь, магистр Рал». Ричард удивленно посмотрел на офицера, но решил, что тот назвал его магистром Ралом по старой привычке и не стал задавать лишних вопросов. Он заметил стражника, стоявшего несколько по отдаль. Того самого, что нес караул неделю назад, когда Ричард покидал Народный дворец. Он тогда предложил путнику коня и предупредил его о драконе. Ричард жестом подозвал к себе стражника. Тот вышел вперед и встал на вытяжку, встревоженно глядя на него. «Тут есть одна работа». Стражник молча ждал. «Мне кажется, ты справишься с ней лучше остальных. Я хочу, чтобы ты собрал всех Мордсид. Всех до единой». «Да, ваша милость», — воин побледнел. «Все Мордсид будут казнены до захода солнца». «Нет, я не желаю, чтобы их казнили». «Что я должен с ними сделать?» — в замешательстве спросил стражник. «Ты должен уничтожить их Эйджелы. Все. Я не хочу больше видеть ни одного Эйджела». Ричард поднял тот, что висел у него на шее. «Кроме этого. Затем ты найдешь для них новые платья. Их одеяния сожги. Со всеми Мордсид следует обращаться с добротой и уважением». Глаза стражника полезли на лоб. «С добротой», — пробормотал он, — «и с уважением?» «Да, именно это я и сказал. Им нужно подыскать какое-нибудь полезное дело. Мордсид должны научиться обращаться с людьми так же, как обращаются с ними, с добротой и уважением. Я не знаю, как именно ты этого добьешься. Придется тебе подумать. Ты, похоже, не глупый малый. Договорились?» Стражник нахмурился. «А если они не захотят измениться?» Ричард сверкнул глазами. «Скажи всем, Мордсид, что если они предпочтут следовать прежним путем, то в конце их будет ждать Искатель с белым мечом истины». Воин улыбнулся, приложил к сердцу сжатый кулак и порывисто поклонился. «Ричард!» — окликнул волшебник. «Эйджелы — порождение магии! Их не так-то просто уничтожить!» «Тогда помоги ему, Зедд. Помоги уничтожить Эйджелы или запрятать их получше. В общем, тебе решать». Зедд улыбнулся. «Буду рад помочь в этом деле, мой мальчик!» Он заколебался, провел костлявым пальцем по подбородку и негромко спросил. «Ричард, ты действительно думаешь, что все это сработает? Я имею в виду вывод войск и помощь Вестландского войска. Ты думаешь, этого достаточно?» «Может и нет. Но ты лучше не рассказывай никому о первом правиле волшебника, пока все не вернутся по домам. А потом ты восстановишь границы, и мы опять окажемся в безопасности. И с магией будет покончено». Сверху донесся громовой рев. Ричард задрал голову и увидел Скарлетт. Дракониха медленно спускалась по спирали, готовясь приземлиться у подножия лестницы. Гвардейцы, вопя и спотыкаясь, бросились в рассыпную. Скарлетт спланировала на каменные плиты перед Ричардом Кэлен Зедом и двумя детишками. «Ричард! Ричард!» – прокричала Дракониха, прыгая с ноги на ногу. Огромные крылья дрожали от возбуждения. Красная голова метнулась к нему. «Яйцо проклюнулось! Там такой прекрасный малыш, ну совсем как ты говорил. Давай полетим в гнездо?» «Я хочу, чтобы ты сам полюбовался на моего Дракончика. Он такой сильный! Держу пари, не пройдет и месяца, как он научится летать!» Тут Скарлетт, наконец, обратила внимание на гвардейцев. Она повернула голову, обводя собравшихся критическим взглядом. Затем обратилась к Ричарду. «О духи! Опять связался с целым войском. Тебе подсобить? Как насчет драконьего пламени?» «Нет, нет, Скарлетт с улыбкой ответил он. Все нормально. Ну, тогда забирайся. Я отнесу тебя к малышу!» Ричард обнял Кэлен за талию. «Если ты возьмешь и Кэлен, я буду счастлив отправиться с тобой». Скарлетт оглядела Исповедницу с головы до пят. «Если она с тобой, она желанная гостья». «Ричард», сказала Кэлен, «а как быть седином?» Везелин и Савиддин с ума сходят от беспокойства. Зеленые глаза сделались глубокими и серьезными. Кэлен приникла к нему и прошептала «И у нас осталось незаконченное дело в Доме Духов. Думаю, там до сих пор лежит то самое яблоко». Рука Кэлен еще крепче обвила его талию, уголки губ слегка дрогнули. Ричард узнал эту улыбку, и у него перехватило дыхание. Он с трудом оторвал глаза от возлюбленной и посмотрел на Скарлетт. «Когда Даркен Рал летал с тобой в племя Тины, он похитил этого ребенка. Его мать тоскует, как ты тосковала о своем дракончике, и жаждет вернуть сына. Ты не отнесешь нас туда после того, как мы навестим твоего малыша». Большой глаз Скарлетт уставился на Сидина. «Я вполне могу понять беспокойство его матери». «Решено! Забирайтесь!» Зедд шагнул вперед и, подбоченившись, встал перед драконихой. «И ты позволишь человеку летать на тебе?» с сомнением спросил волшебник. «Ты, красный дракон! Ты отнесешь его туда, куда он пожелает отправиться?» Скарлетт пыхнула на волшебника дымом, вынудив его отступить на шаг. «Человеку нет, но это Искатель. Для него я бы полетела куда угодно, хоть в подземный мир». Ричард, хватаясь за гребни драконихи, забрался ей на шею. Кэлен передала ему Сидина. Он посадил малыша себе на колени и протянул руку Кэлен. Та устроилась позади, обхватив Ричарда руками, положила голову ему на плечо и крепко прижалась к нему. Ричард наклонился к волшебнику. «Береги себя, друг мой!» Он одарил старика широкой улыбкой. «Птичий человек будет счастлив, когда узнает, что я все-таки решился взять жену из племени Тины. Где тебя искать?» Зедд поднял тощую руку и дружески хлопнул Ричарда по лодыжке. «Вы, Дендриле, приходи, когда будешь готов!» Ричард бросил на волшебника взгляд исполненной решимости и нагнулся еще ниже. «И тогда мы поговорим. Это будет долгий разговор». «Я надеюсь», — улыбнулся Зедд. Ричард подмигнул Рэчел, помахал рукой Чейзу и легонько шлепнул по красной чешуйке драконихи. «Вперед, мой друг!» Скарлетт с ревом выпустила столб пламени и поднялась ввысь, унося ликующего Ричарда. Зедд глядел им вслед до тех пор, пока дракон не обратился в едва заметную красную точку. Волшебник постарался унять беспокойство. Чейз погладил по головке Рэчел, потом скрестил руки на груди и, приподняв бровь, посмотрел на волшебника. Для лесного проводника он отдает слишком много приказов. «Что верно, то верно!» — рассмеялся Зедд. По каменным ступеням бежал вниз лысый кротышка, отчаянно размахивая руками. «Волшебник Зарандр! Волшебник Зарандр!» Он, наконец, добежал и остановился рядом с Зеддом, пытаясь отдышаться. «Волшебник Зарандр!» «В чем дело?» — нахмурившись, спросил волшебник. Человечек никак не мог восстановить дыхание. «Волшебник Зарандр! Беда!» «Что за беда? И кто вы такой?» Коротышка подошел поближе и, понизив голос, начал заговорщицким тоном. «Я старший мастер персонала склепа. У нас беда!» Глазки-бусинки заметались по сторонам. «Беда в склепе!» «В каком еще склепе?» Глаза человечка выкатились от удивления. «В склепе пани Зарала!» «Деда-магистра Рала, конечно же!» «Так что за беда, в конце концов?» Старший мастер лихорадочно приложил пальцы к губам. «Сам я не видел, волшебник Зарандр, но мои люди никогда бы не стали лгать. Никогда. Они все мне рассказали, и они не лгут». «Да о чем ты?» — взревел Зед. «Какая беда!» Глазки человечка снова забегали, голос снизился до шепота. «Стены! Волшебник Зарандр! Стены!» Зед стиснул зубы. «Что со стенами?» Старший мастер возвел очи на волшебника, губы его задрожали. «Они тают, волшебник Зарандр! Стены склепа тают!» Зед расправил плечи и в остервенении посмотрел на человечка. «О духи! У вас есть белый камень из карьера пророков!» «Конечно!» — кротышка подобострастно закивал. Зед порылся в кармане балахона и извлек оттуда небольшой кесет. «Заткни вход в склеп белым камнем из карьера пророков!» «Заткнуть наглухо!» — ахнул старший мастер. «Да, наглухо! Иначе растает весь народный дворец!» Он вручил испуганному человечку кесет. «Смешайте с известковым раствором магическую пыль! Необходимо закончить все до захода солнца! Понятно? Наглухо заткните и замажьте вход, прежде чем солнце сядет!» Старший мастер выхватил мешочек и побежал вверх, переваливаясь на коротких ногах. Навстречу ему спускался другой человечек ростом повыше. Он прятал руки в широкие рукава белой, отороченной золотом одежды. Чейз требовательно посмотрел на Зеда, ткнув указательным пальцем в костлявую грудь волшебника. «Пани срал!» «Дед? Магистра Рала?» Зед деликатно откашлялся. «Да, ну, об этом попозже!» «Волшебник Зарандер!» — обратился подошедший к Зеду. «Где магистр Рал? Поблизости? Мне необходимо кое-что обсудить с ним!» Зед запрокинул голову и посмотрел на исчезавшего в небе дракона. «Магистр Рал отлучился на время!» «Но он вернется?» «Да!» Зед перевел взгляд на собеседника. Тот молча ждал продолжения. «Он вернется! Но пока вам придется управляться самим!» Незнакомец пожал плечами. «В народном дворце привыкли ждать, пока вернется хозяин!» Он повернулся, собираясь уходить. «Подождите!» — воскликнул Зед. «Я голоден! Можно где-нибудь раздобыть еды?» Незнакомец с улыбкой указал рукой на дворец. «Конечно, волшебник Зарандер! Позвольте мне показать вам обеденную залу!» «Чейз, как ты? Составишь мне компанию? Я собираюсь слегка перекусить перед дорогой!» Страж границы посмотрел на Рэчел. «Ну что, малышка, пообедаем?» Девочка радостно закивала. «Ладно, Зед, а куда это ты собрался?» Волшебник оправил балахон. «Повидать Эдди!» «Немного отдохнуть и расслабиться?» — ехидно поинтересовался Чейз. Зед не смог сдержать улыбки. «Это тоже! И еще я должен взять ее Вейдендрилл в замок волшебника. Нам многое предстоит прочесть». «А почему ты хочешь взять Эдди Вейдендрилл в замок волшебника?» Зед бросил затравленный взгляд на Стража границы. «Потому что она единственная из живущих, кому известны Тайны подземного мира».